Агрария Почти столько же волка и других овощей В этом году хороший урожай фруктов и бахчевых Помогает госпрограмма по развитию мелиорации Я уже говорил, что 1 января 2017 года у нас было 9 тысяч гектар под орошением Сегодня мы орошаем 33 тысячи гектар А под орошением, это конкретно орошаем, но можем 38 То есть мы уже привели сети на 38 тысяч гектар Наша госпрограмма целевая, которая направлена на мелиорацию Предполагает орошение 47 тысяч гектар Но это не говорит о том, что она закончится и ничего не будет Конечно, будем двигаться дальше Но это результат Все овощи, все фрукты выращиваются на орошение в Приднестровье Помогают сельскому хозяйству льготные тарифы на газ, электричество и воду Кубометр воды для полива по-прежнему всего за 70 копеек Хотя, конечно, он стоит гораздо дороже И вот эту разницу опять датирует государство Но, тем не менее, мы, конечно, предполагаем поднятие цены, но небольшое Разумное, чтобы хватило и государству, и предпринимателю И орошение не останавливалось Но 70 копеек у нас уже, извините, 6 лет В Молдове цены на воду где-то в 5-6 раз больше А вот куриных яиц республике не хватает На местном рынке их порядка 30% Птицеводство надо развивать, как и производство круп Говорит президент И переработчикам помогут госсубсидиями, льготными кредитами Предприниматель получает кредит по 5%, остальную ставку гасит государство Это большие денежные ресурсы, которые мы заказываем в бюджет Это и есть, конечно, помощь предпринимателю Все, что делается в настоящее время Закупка техники, посадка новых садов, именно косточковых Строительство новых холодильников, новых ферм Подкупка скота Это все за счет льготного кредитования Поддержит и молочное животноводство За каждый литр молока на переработку Бюджет продолжит платить рубль Плюс дотации Например, почти 50% стоимости нетелей сегодня за госсчет Молоко и кисломолочку на местный рынок поставляют два крупных комбината Благода и Тираспольский молочный комбинат Справляются на 70% Редактор субтитров А.Семкин